ну в общем что всем привет нашел я тут хатку бобра вот она за моей спиной эта хатка бобра находится сейчас немножко расскажу о ней подробнее подойдем посмотрим значит что судя по всему построена она вот из всех этих вот близ растущих кустарников деревьев скорее всего это береза осина может быть еще какие-то ивняк ветки ивы вот я вижу что здесь обгрызенная какая-то веточка какого-то кустарника вот то есть здесь вот выходит теплый воздух из хатки бобра из этой выходит теплый воздух то есть там находятся бобры вот прямо сейчас вот и я забрался на эту эту горку этот холмик и прямо сейчас вот здесь вот под моими вот ногами зимуют живут бобры там у них тепло поскольку у них тут все укрыто снегом там тепло и вот тепло выделяется выходит наружу вентиляционное отверстие вот оно ну или же в народе называется продух ну может быть как-то еще называется но вот я знаю только это название не знаю сколько их там сколько там их особей сколько там их штук об этом я не могу сказать точно но то что они там есть это совершенно верно сейчас там живут бобры иначе не было бы вот таких вот выходов воздуха теплого видите как подставил снег вот прямо видно что вот эти вот такие заиндивеллы и кристаллы снежные то и здесь живет бобр и не один бобр а целая семейка вокруг вот полно следов каких-то зверьков но скорее всего лисы какие-то ходят хищники интересуются бобрами потому что через вот это вот вентиляционное отверстие выходит воздух и очевидно что запах бобров разносится вокруг хищники это чуют и поэтому на этот запах их интересуют они приходят сюда но как мы видим бобра они достать не могут не зря говорят в народе хитер бобер и это очевидно что бобер очень так сказать ну умное животное как вот его сравнивать с нашим интеллектом но тем не менее он вот строит такие хатки неприступные для хищников живет в них зимует достать его практически оттуда никак невозможно то есть хищников у него естественных природе практически нету так что он там чувствует себя неплохо в этой хатке вот сейчас кушает он то что заготовил осенью вот эти вот всякие небольшие ветки какие-то обрубки обрезки деревьев есть он кору с них ну самое любимое как вот я заметил это кора осины и вняка но на третьем месте наверное береза березу он не так охотно ест так что бобер чувствует себя сейчас там прекрасно в этой хатке что у него все есть запасы корма у него есть там тепло как я уже говорил не преступно для хищников ну что еще нужно для хорошей и комфортной жизни надеюсь что вернусь еще сюда поснимаю что-нибудь но сейчас всем пока